Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Эпицентр политической жизни в последние недели прочно обосновался на парламентской площадке. Именно здесь, в парламенте, формируется основа грядущих перемен. Об этом и не только поговорим с нашим гостем, председателем парламентской фракции ПСРМ Владом Батрынчевым. Здравствуйте! Здравствуйте! Хотелось бы для начала пробежаться буквально по самым свежим таким вопросам. То, что звучало в пятницу на парламентской площадке. Много дискуссий и возмущения, уже даже не говорю уходящие, отстраненные или устраненные от власти партии демократов. Демократы потребовали заслушать достаточно неожиданное такое требование на сегодняшнее заседание министра здравоохранения и соцзащиты Алла Немеренко для того, чтобы чиновник рассказал о мерах поддержки населения в связи с возможным повышением тарифа на природный газ. Как вы думаете, почему их вдруг заинтересовал этот вопрос и почему столько возмущений с их стороны? Потому что ситуация на самом деле не такая простая, как она может быть представляется. Да, сегодня происходят важнейшие перемены в жизни государства, то, чего очень хотели, чего требовали люди. Но тем не менее мы должны понимать, что партия демократов сегодня это не только те функции тех чиновников, кого мы отправили в отставку, но это и та порочная система. И мы должны понимать, что стороны партии демократов до сих пор существует очень мощное подковерное сопротивление. И они сегодня расставили ряд бомб. Одна из этих бомб, которую они заложили еще в начале этого года, это требования, зарегистрированные в Анре в национальном регуляторе о повышении тарифов. Они на том этапе, учитывая, что шла предвыборная кампания, они просто замолчали и скрыли требования операторов о повышении тарифов, в первую очередь на природный газ. И сегодня, зная, что Анре подняла вопрос о повышении тарифа, причем повышении очень значительном на 75%, они обычно так делают на 75%, чтобы получить 35-40%. Они, зная это, считают, что они поставили новые власти в ситуацию, когда новая власть столкнется с повышением тарифов. И, соответственно, забегая вперед, они уже потребовали социальной помощи населению. Помимо того, что это очень лицемерно и цинично, и подло, и по форме, и по содержанию, на самом деле это еще и фальстарт манипуляции, потому что сегодня Анре еще не приняла решение о повышении тарифов. И сегодня новые власти пытаются найти решение из этого вопроса. Речь идет прежде всего о правительстве. И президенте Республики Молдова, и Игорь Николаевич Дадон проводят работу в этом отношении с Анре и в перспективе с поставщиками газа в Молдову для того, чтобы минимизировать возможные последствия для населения, в идеале, конечно, и полностью избежать этого повышения тарифов. Но демократы, понимая, что они нам заложили вот эту минус замедленного действия, они уже еще до повышения тарифов пытаются задавать вопросы новому правительству, Министерству социальной защиты. А как вы будете помогать населению? Не, ребят, подождите, мы вначале покажем, вскроем все ваши схемы, в том числе и схемы в области энергопоставок, посредничества, заработки с электрической энергией. Мы еще вначале многое обнародуем, вначале новая генеральная прокуратура рассмотрит определенные старые истории, а потом мы уже будем говорить о социальной помощи населению. И, конечно, это звучит цинично с стороны тех людей, которые отклонили десятки наших социальных инициатив, индексации пенсии два раза в год и адресная помощь населению, которые вначале сократили территориальные кассы помощи населению, которые вначале, грубо говоря, посылали нас, каждый раз ссылаясь на то, что наши инициативы социальные якобы они популистские, якобы они не имеют поддержки правительства, они не прошли профильные комиссии парламента, а здесь то же самое без правительства, которое должно визировать обязательно по конституции все эти расходы. Без того, чтобы провести эти проекты через профильные постоянные комиссии парламента, они выходят и говорят, а давайте посмотрим, какую социальную помощь населению, там министр, который работает пару недель, какую социальную помощь она предложит населению. Понятно, что это все, конечно, дешевые манипуляции, и понятно, что мы отклонили все эти их так называемые социальные инициативы, потому что за ними не кроется никакой доброй воли, доброго намерия, это лишь дешевые разводки, попытка разыгрывать какие-то социальные карты на телевидениях холдинга Плохотнюка, который еще продолжает заниматься промыванием мозгов населения. В реальности перед властью сегодня состоит задача разобраться с повышением тарифов, на котором настаивает сегодня Андрея, посмотреть все, что может сделать в части цены на газ, который будет закупаться Республикой Молдова, и здесь весь расчет на президента Республики, его личные контакты и договоренности с президентом России, с Газпромом и так далее. И реально, конечно, сейчас мы с правительством работаем на направлении всей программы правительства и социального блока с тем, чтобы можно было помогать населению. Это все мы сделаем без демократов, демократы уже показали все, что они могли в этом плане, в этом ключе, но каждый раз, когда мы предлагали инициативу социальную, они говорили, что денег нет, потому что деньги выводились из страны, деньги мылись, деньги пилились, предприятия обворовывались, предприятия приватизировались, и каждый раз они говорили, что на социалку денег нет. А сейчас, когда они уже в оппозиции, они вдруг проявляют лживую заботу о населении. Да, согласен с вами. Это сложно назвать инициативой с целью облегчить социальный пресс на граждан, экономический пресс на граждан Республики Молдова. Потому что, смотрите, это никак не коллирируется с тем, что они делали ранее. Ну, в общем, все, что вы высказали, я абсолютно согласен. Но вот сегодня я обратил внимание на то, как шумно, достаточно или активно, оживленно проходило обсуждение законодательной инициативы по переводу агентства публичной собственности из, так сказать, свободного плавания в подчинении Минэкономике. Вот здесь почему вдруг демократы так возбудились? Ну, демократы объясновались, во-первых, по причине того, что эта реформа и создание этого агентства публичной собственности, оно позволило им запустить свою руку в эти предприятия, позволило им играть на этих предприятиях. И часть этих предприятий искусственно привести к понижению их номинальной стоимости за счет снижения их экономической эффективности с последующей приватизацией, как, например, Молдова, Кишневский табачный комбинат, автовокзалы и другие предприятия. Все эти предприятия, государственные предприятия, в том числе и по строительству дорог, они находятся в подчинении агентства публичной собственности. И они это агентство сделали достаточно автономным, оно подчинялось только правительству. Правительство это абстрактная категория, потому что правительство это кабинет министров, но они вывели его из подчинения профильного министерства. Сегодня мы вернули его в состав профильного министерства, оно будет подчиняться Минэкономике, Минэкономике будет разрабатывать экономические задачи и политики, в том числе государственным предприятиям, а агентство будет их выполнять. Понятно, что они бесновались, атакуя в очередной раз форму, но не содержание, потому что их больше интересовали некие припоны юридические, а нас интересовало конкретно разрушить их автономию и разобраться со всеми этими госпредприятиями. Во-первых, сегодня они не смогут проводить госпредприятия с этим агентством публичной собственности самостоятельно закупки, они это должны будут делать через агентство публичных аккизиций, госзакупок, и таким образом разрушается их самостоятельность в этом плане. Потому что мы же прекрасно понимаем, как они снижали эффективность предприятий через так называемые закупки, когда услуги и товары закупались по двойной и тройной цене. Потому что тот же Молдова, они каким образом готовили приватизацию, и вначале это предприятие погрузили в долги что-то около 100 миллионов леев, причем большая часть из этих денег это просто поставка кетеринга, за который они почему-то не рассчитывали. И мы не видели у Молдова какого-то феноменального кетеринга, мега скромный, очень рациональный, почему они не рассчитывались по этим долгам. И вот через эти закупки, через контракты перед какими-то непонятными фирмами, задолженности перед некоторыми непонятными фирмами, они просто показали, что предприятие неэффективное и приватизировали его за маленькую часть его реальной цены. И вот эти ребята нам говорят, что агентство это функционировало очень эффективно, а мы сейчас пытаемся его подмен Минэкономики дать, и это нарушение каких-то непонятных реформ. Нас интересуют только те реформы, которые реально обеспечивают экономическую эффективность этих предприятий. Нас интересует экономическая деятельность этих предприятий. Эти предприятия государственные были прибыльными, они приносили деньги в публичный бюджет. Со всеми этими их так называемыми реформами за западные деньги, вся экономическая деятельность этих предприятий была посажена на брюхо. Эти предприятия, вот если рассматривать их финансовые отчеты, все эти предприятия стали приносить все меньше и меньше денег, а некоторые из них стали работать и в минус. И поэтому со всем этим мы хотим разобраться, поэтому мы сегодня и перевели их в подчинение Минэкономике. Нас не интересует их так называемый менеджмент эффективный, как они говорят, что государство не может быть эффективным менеджером, и поэтому давайте мы все будем приватизировать. Нас интересует, что эти предприятия принадлежат людям, а не каким-то там политическим партиям правительства. Эти предприятия государственные должны работать на национальный интерес и приносить прибыль в копилку государства, в публичный бюджет. На ряду с этим вы знаете, что парламентом была создана Следственная комиссия по приватизации. Как раз к продолжению темы хотел задать вопрос. Вы активно работаете в Следственной парламентской комиссии, которая занимается изучением процессов приватизации. И хотелось бы такой вопрос. Первый. Удалось ли выявить приоритеты объектов расследования? И второе. Проводилась ли оценка ущерба, который из-за той реформы, скорее всего, и образовался? Безусловно, именно для этого эта комиссия создавалась по нашему предложению, чтобы мы оценили прежде всего ущерб государственным публичным интересам. И здесь нашу деятельность мы построили в этой комиссии по двум направлениям. Первое направление – это работа с оценкой этих предприятий. То есть, каким образом эти предприятия проводилась ли в соответствии с законом оценка номинальной стоимости этих предприятий. Так, например, одно из предприятий, мы его назовем уже позже, когда комиссия будет завершать свою работу, одно из этих предприятий было оценено в 2009 году в 9 миллионов леев. В 2016 году это предприятие приватизировали за 6 миллионов леев. Но подождите, какой был курс доллара и евро в 2009 году? Лей был крепким. И какой курс лея в 2016 году? Курс лея обвалился, ну, примерно в два раза. Соответственно, если пересчитать это по разнице курсовой, то получается предприятие, которое стоило 9 миллионов леев, было продано за 3 миллиона леев, если брать в расчет курс 2009 года. Если брать курс 2016 года, то это предприятие по той же оценке должно было оцениваться не 9, а 18 миллионов. Понимаете? И вот только на одном лишь предприятии можно продемонстрировать, что оценка была как минимум в 3 раза дешевле реальной стоимости номинальной этого предприятия. Конечно, объем работы просто огромный, потому что он подразумевает изучение огромного количества документов, огромного количества материалов. Первое направление – это оценочное, и второе направление – это юридическое. То есть, как проходили все эти процедуры, кем они проводились, и были ли соблюдены все законные нормы. Все, что предусматривает сегодня закон. Так вот, по второй части юридической, ну, что вам сказать? Вот центральная типография, последний день работы правительства Филиппа, оно отдается за сумму в 30 миллионов лей. Хотя по самым скромным подсчетам, это предприятие, по самым скромным, я повторюсь, чтобы мы не занимались шапкозакидательством, это 72 миллиона леев. 30 – 72. А на самом деле, если бы это был публичный конкурс, нормальный, на котором участвовали бы не только местные наши деятели, экономические агенты, но, возможно, и кто-то заинтересовался бы из-за рубежа, состока, с западного, это предприятие можно было бы продать на свободном аукционе, допустим, за 100 и более миллионов леев. Участвовал один экономический агент, который вот эти 30 миллионов леев еще и взял благоразумно для вот этой сделки кредит в банке. То есть у предприятия, у которого не было собственных средств. Таких случаев может приводить много. Придет время, мы это все обнародуем в парламенте, заключение этой комиссии. Но вопрос в том, что мы, конечно, немножко сейчас ограничены во времени, и объем очень большой. Мы сосредоточили сейчас это решение комиссии на четырех компаниях. Это концессия аэропорта, это продажа Аэр Молдовы. И то, и то это были прибыльные предприятия. Аэропорт давал около 80 миллионов леев в год прибыли. Аэр Молдова приносила прибыль, но я вам чуть выше рассказал, что через так называемые контракты, закупки, иллюзорные долги, какие-то вымышлены, которые надо проверять. Потому что мы убеждены, что те компании, которые предоставляли якобы услуги товара, они в итоге связаны с тем, кто в итоге купил это предприятие. Третье, это автовокзалы, которые тоже последняя 100 метровка правительства Филиппа. И которые тоже, это прибыльные предприятия. Почему государство не может иметь в данном случае прибыль? Есть четвертое крупное предприятие. Что касается банковского сектора. А, и четвертое крупное предприятие, это табачный комбинат Кишиневский. Это абсолютный приоритет, принцип для нас. То, что это, мы не говорим сейчас, не даем оценку вреден или полезен табак. Но это та индустрия, которая приносила огромную прибыль. Это миллиардная отрасль. Я уже говорил публично. Достаточно большое количество рабочих мест давало. Предприятие, в которое вложили на последние 100 метровки около 90 миллионов лей, в реабилитацию, в сетей, в какие-то ремонты, в какие-то, надо посмотреть еще, распределение этих средств, этих 90 миллионов леев, в которых государство участвовало, потому что предприятие-то государственное было и будет в будущем. И продали его за 160 миллионов лей. То есть, 70 миллионов лей, 3,5 миллиона евро. По самым скромным оценкам, по самым скромным оценкам, это предприятие должно обладать номиналом минимум от 50 до 100 раз больше. Ну, понятно, что та же самая схема. Это предприятие методично давили. И давило кто? Кто давили? Собственная власть. Парламент, который, правительство, которые поставили заведомо импортеров, тех, кто привозит сигареты в Молдову, в более привилегированное положение относительно своего отечного молдавского производителя. И когда это предприятие сжали со всех сторон, сократили в разы коллектив, сократили в десятки раз производство, тогда нашлись умные люди, которые решили это все провести. Я сейчас не хочу спекулировать на том, что есть информация, кто сколько за что получил. Мы передадим заключение парламента в органы. Уже новая прокуратура займется этим разбирательством. Но в конечном итоге наша главная задача максимально восполнить урон, ущерб, нанесенный публичным интересом, государству, бюджету. Максимально объективно оценить схему, сговор должностных лиц, продемонстрировать, каким образом здесь рука мыла руку и продемонстрировать, каким образом чиновничество, вместо того, чтобы защищать и продвигать государственные интересы. Ведь они когда функционерами выдвигались, они когда претендовали на высокие посты, они же все так красиво говорили о том, что они хотят развивать государство, развивать его инструменты. А в итоге это люди, которые обслужили чьи-то частные интересы, это люди, которые участвовали в заговоре, и эти люди, безусловно, им должна быть дана соответствующая уголовно-процессуальная оценка. Комиссия получила 90 дней на свою деятельность. Мы в комиссии уже обсуждаем то, что мы попробуем сейчас сосредоточиться на определенных приоритетах, сделать заключение, а потом создать новую комиссию, разбираться с другими вещами. То, что объем работы на самом деле колоссальный. Мы знаем только верхушку айсберга, но на самом деле колоссальное количество случаев, где за бесценок уходила земля. На телецентре Минобороны. За 50 миллион леев 50 тысяч евро гектар. Цена квартиры в Кишиневе, а тут гектар строительной земли на телецентре. Приватизация столовой госканцелярии, по которой вообще документов на сегодняшний день нет. Это тоже на минуточку часть квартала на улице Пушкина. Да, и таких случаев на самом деле очень много, где реально, если взять оценку 2009 года, которая тогда проводилась, то что и тогда были некоторые тенденции, обсуждения и тогда насчет возможных приватизаций. Но тогда вот тот период времени, хотя бы можно было говорить о реальных деньгах. А вот эти ребята, которые занимались приватизациями, они занизили в разы стоимость этих всех вещей. Вот с этим надо будет разбираться. Очевидно, что будут скрыты, наверное, целый ряд будет скрыт преступных схем. И вот задам вопрос, который часто сами слышим от наших телезрителей. Удастся ли наказать виновных во всем этом? Потому что, наверное, сегодня нет ни одного борта самолета, который не улетает с каким-либо бывшим чиновником из страны. Конечно, Санислав, было бы очень, не то что даже наивно или инфантильно, но было бы очень громко заявлять о том, что можно будет решить 100% вопросов. Мы будем идти поэтапно. По каждому предприятию, по каждому случаю мы будем стремиться к тому, чтобы максимально восстановить нанесенный ущерб. Мы понимаем прекрасно, что сегодня по ряду этих объектов произошли уже смены неоднократных собственников. Потому что тут нормы, правы предусматривают понятие добропорядочного приобретателя. Но это все надо будет рассматривать в каждый случай, выносить отдельно, привлекать к ответственности тех лиц, которые занижали, которые администрировали, которые проводили конкурс с одним участником. И смотреть, каким образом, что в каком случае можно восполнить. Что касается Кишиневского табачного комбината, к примеру, я абсолютно убежден, что мы должны биться за то, чтобы его вернуть государству. И благо еще не успели поменять учредителя. Потому что первое, что мы сделали на комиссии, мы обратились в соответствующее агентство, вплоть до кадастра, с тем, чтобы запретить переоформление участников, учредителей этих предприятий. На следующей неделе мы предложим парламенту проект решения о введении моратория на любые приватизации, частно-публичное партнерство, концессии, вплоть до окончания деятельности этой комиссии и вплоть до вынесения парламентом решения по результатам, по заключениям этой комиссии. По крайней мере, на этом этапе мы блокируем какую-то в этом плане деятельность. Понятно. Главной новостью уходящей недели была новость об отставке генерального прокурора. Тем не менее, опять же, те же демократы возмущались этим событием, говорили, что все это, все, что происходит вокруг должности генерального прокурора, это удар по независимости института прокуратуры. Конечно. Вот ваш комментарий. Ну как? Конечно, обидно. Гражданам забрали главную игрушку, ведь на институте генерального прокуратуры держала вся их политическая монополия. Никогда в жизни демократы не имели бы 700 примаров, те получили на выборы 200. Никогда бы они не имели всех этих подавляющее большинство председателей районов, никогда бы они не имели это парламентское большинство. Да и вот этот их результат, который они имеют вместе с Шором, это одна контора почти 40 мандатов, это тоже результат генеральной прокуратуры. Никогда бы они не имели всей своей экономической составляющей без генеральной прокуратуры. Ты же только глухонемой в этой стране не знает. Да, думаю, это и глухонемой знает, если читать умеет, о том, какое давление было на бизнес и как бизнес работал с властью. Только те, кто участвовал в строительстве Молдовы, так называемом, империумно-креште Молдова, только те компании, которые вместе с демократической партией и растили Молдову, те и могли более-менее поддерживать на плаву свою экономическую деятельность. Поэтому, понятно, реакция в данном случае демократов, это их последний форпост. Они прекрасно понимают, что генпрокурор это ключ и к иммунитету, и к привлечению к ответственности лиц с иммунитетом из высшего руководства страны. Их эмоции можно понять, но их нельзя принять. Понятно, что на этапе, когда это все происходило, они страховали себя очень здорово с точки зрения парламента, с точки зрения законодательства, потому что они полностью контролировали парламентское большинство. И они, безусловно, создали очень много препонов в законе для того, чтобы невозможно было любой другой власти, другим людям отстранить генерального прокурора. Прошу прощения. Чтобы Высший Совет прокуроров независимо от политической конъюнктуры, независимо от того, что происходит в стране, контролировал ситуацию. Объяснимо, конечно, их реакция. Мы согласны с этим, потому что, глядя на то, как упорно господин Харьков сохранял под собой это кресло, и, в общем-то, были разные сведения о том, что происходит за стенами, или в стенах генеральной прокуратуры. Звучали опасения относительно того, что многие документы могут быть безразвратно потеряны. Именно документы, которые связаны с преступной деятельностью, устраненной власти. И, тем не менее, есть надежда, что генеральный прокурор, получив эти авгивы и конюшны, сможет разобраться. Станислав, давайте так, чтобы мы наших, ваших телезрителей не вводили в заблуждение. Да, действительно, прокуратура обладает известной широкой степенью автономии. Это абсолютно универсальные нормы. Нормы не должна власть влиять на кадровую политику генпрокуратуры, вообще органов прокуратуры. Смена власти путем выборов она не должна качественно влиять и вмешиваться опять же на содержание деятельности прокуратуры, на ее руководстве. Мы это прекрасно понимаем, что юстиция должна быть независимой. И поэтому с точки зрения законно, норм и так далее. Мы стояли перед, в очень непростой ситуации оказались, и мы стояли перед очень непростыми решениями. Но парламент принял декларацию о захваченном характере государства, о политической подчиненности институтов прокуратуры, юстиции. И мы приняли решение, выходящее за рамки стандартных типовых процедур. Мы пошли по пути того, что Харонжин был назначен генпрокурором с нарушением целого ряда законных норм. В том числе он сам состоял в Совете прокуроров, который выдвигает конъюнитуру. В том числе ему позволили совмещать генпрокурора с прокурором. И в том числе его не должен был назначать уходящий президент Тимофти. Уже те изменения в Конституции, которые мы ввели, они должны были, они подразумевали то, что вновь избранный президент прямым путем, прямым народным голосованием назначит генерального прокурора. Мы рассматривали эти процедуры, и таким образом парламент принял решение о незаконности его назначения в функцию. Понятно, что здесь очень много интерпретаций, понятно, что здесь демократы просто взбеленелись. Но нас меньше всего в данном случае заботили их эмоции, экспертные оценки. Они ведь с точки зрения закона починили себе государство. И там, где закон не предусматривал, они его меняли через парламент. И этот закон сразу же вступал в силу для них же. Не для будущих созывов и будущих поколений, и будущих чиновников, а для них, для себя любимых. И поэтому мы пошли вот по такой внештатной процедуре. Но в целом мы же прекрасно понимаем, что пока вот всеми этими процедурами мы занимались, жглись бумаги, уничтожались документы. И это не только в органах прокуратуры, это и службы информации и безопасности, это и Центр по борьбе с коррупцией и так далее. Они же обслуживали политический класс, уничтожались бумаги по слежке за депутатами, политическими лицами, уничтожались материалы прослушек незаконных, либо прослушек, которые одной подписью позволяли прослушивать десятки людей, в том числе около двух тысяч человек было на прослушке. Все высшее руководство страны. И все это на каких-то липовых бумажках, в рамках выдуманных абсолютно уголовных процедур. уничтожались материалы ЧНИА и СИСА в том, что касается непосредственно ряда схем и участия в них ряда чиновников. То есть подтирались в данном случае следы. Поэтому мы пошли по внештатной процедуре и парламент принял то решение, рекомендовав президенту издать указ об отстранении охраны жена с должности на основании нарушения закона в процессе его назначения. Ну, он уже сам, как вы видели, увидев эту всю ситуацию, пришел, написал заявление по состоянию здоровья. Как бы то ни было, мы должны понимать, что это еще далеко не все. Должен быть генпрокурор, который будет соответствовать всей этой ситуации, который будет обладать определенной принципиальностью, потому что у наших деятелей прокуратуры и юстиции очень часто отсутствует. И, безусловно, надо работать со всей системой прокуроров, потому что возбуждали дела и занимались политической работой не только генеральный прокурор. Многие из них либо замалчивали, либо прикрывали, либо принимали какие-то решения. И они не могли не понимать, что эти решения несли под собой заведомо политические контексты, соответственно, они заведомо выходили за рамки полномочий прокуратуры за рамки закона. Поэтому, безусловно, речь идет о том, чтобы в систему пришли те люди, которые смогут и разобраться с действующей ситуацией, и, наконец-то, навести порядок и обеспечить все принципы, которые прописаны в законе. Не должна прокуратура заниматься политической работой, преследованием и обслуживать демократическую партию. Вы не найдете ни одного примера. 600 прокуроров, подавляющее большинство, подписали бумагу о том, что они поддерживают демократическую партию, правительство Филиппа и осуждают незаконный распущенный парламент. Это нонсенс, и это, безусловно, должно найти определенные решения. В рамках транспарентного процесса, в рамках открытости. Вся Молдова, все люди ждут именно этого разбирательства. Именно этого разбирательства. Да, конечно, у людей завышенные ожидания. Мы же тоже следим, общаемся, читаем о том, что люди говорят, вот уже месяц, а вы не разобрались с прокуратурой, не разобрались, не вернули миллиарды и так далее. Понятно, что люди очень долго находились в состоянии страха, в состоянии возмущения от всех беззаконий, которые происходили. Понятно, что люди хотят справедливости, понятно, что люди хотят видеть привлечение к ответственности, и люди хотят видеть, кто в конечном итоге ответит, что будет происходить дальше, и в том числе, как будет происходить возврат украденного. Но при этом хочется людям сказать, всего каких-то там пять недель назад Конституционный суд казался неприступной крепостью, которую распустил парламент. Всего лишь пять недель назад Владимир Плохотнюк и демократическая партия оказались абсолютно всесильными и контролировали от Конституционного суда, генпрокуратуры, судебных инстанций, правительства, вплоть до последнего предстоительства госканцелярии в территории. И работала целая махина. Поэтому я абсолютно убежден, что мы вот этот период времени работали максимально активно, никогда еще ни парламент, ни правительство, ни президент не работали вот в таком сумасшедшем ритме. И вы видите, что и Константинский суд, и прокуратура, и СИ, и Беченя, и объявлены конкурсы, и правительство работает, и проводятся встречи с международными финансовыми структурами. Конечно, это все требует времени. И, конечно, в данном случае, понимая людей и их требования как можно быстрее, надо говорить о том, что мы должны работать при этом максимально адекватно, максимально системно, и не заниматься шапкозакидательством. Все наши действия сегодня должны быть максимально законными, все наши действия должны быть максимально выверенными. И последнее, что я вот в этом хочу сказать, относительно самолетов. Ну, давайте тоже смотреть на вещи объективно. Ну, что мы за самолетами прыгать будем, мы будем блокировать самолеты, вот, будет прокуратура, будут суды, будут решения, будут лица осужденные. И дальше, благо, есть государство дееспособное, которое является субъектом международного права. Мы входим во многие международные институты, не только Интерпол, и в любом случае, в отношении любого лица, которое будет осуждено, мы будем этого человека находить там, где он есть. Для этого есть органы, для этого есть процедура, для этого есть международные механизмы. И все эти вещи понемногу они будут решаться. Никто не собирается закрывать глаза, дела и забывать только потому, что кто-то сел в самолет и куда-то улетел. Так же, как улетели, люди так же и привозятся. Ведь Плохотнюк продемонстрировался, можно же было Платона привезти. Хороший прецедент, я считаю. Почему нет? Понимаю. Такой вот вопрос. Хотелось бы услышать Ваш комментарий по поводу заявления Вашего коллеги Александра Желуднича. Мои коллеги-журналисты записали короткое интервью с ним перед началом заседания парламента о том, что он обратился к премьер-министру по просьбе Союза Транспортников речь идет о вот этом ограничении пребывания грузовых автомобилей с регистрацией Молдовы на территорию Украины. Насколько известно, теперь это ограничение снято. Это было обращение от инициативы Александра Желныча, Липского Олега, Союза Транспортников. Этот вопрос уже не один год будировался о том, что существуют ограничения грузового и пассажирского транспорта по нахождению там абсолютно нелепо, потому что есть рейсовые транспорт гражданские, есть торговые, экономические взаимоотношения. И понятно, что ограничение на временное нахождение это, оно безусловно влияло на негативно влияло на двусторонние экономические отношения. И той же Украине прежде всего я считаю, что это нужно, потому что наши рейсовые автобусы возят туда вот сейчас летний период, они возят туда людей в интересах больше украинской экономики. Данный вопрос неоднократно поднимался нашими коллегами еще при правительстве Филиппа. Филипп даже несколько раз рапортовал о том, что все, мы со своими украинскими, с ихними украинскими коллегами мы уже все решили, все хорошо, и потом вот те их договоренности между собой на уровне правящих элит, они не спускались вниз и не было решения. Поэтому сегодня мы осторожно относимся, потому что этот вопрос с госпожей премьер-министром был обсужден с господином президентом Украины. принципиально мы услышали добро, но мы ждем, пока это решение спустится вниз на уровень пограничных служб, таможенных служб, на уровень полиции украинской, потому что мы не будем сейчас давать оценки, но мы уже видели ситуации, когда один чиновник говорит одно, а другой говорит другое. Майя Санду вопрос подняла, она достигла договоренности, но дальше уже делала за украинской стороной, чтобы эти договоренности начали работать. Чтобы уже пограничники получили какие-то указания и, во всяком случае, не штрафовали наши граждане за то, что находилось транспортное средство свыше этого срока, 90-е дни. На этой неделе прошло, мне кажется, не прошло незамеченным такое знаковое событие, как отчет национально-статистического управления, где они представили цифры, сколько же на территории Республики Молдова проживает сегодня граждан страны, и, в общем-то, здесь можно отследить динамику прироста или, наоборот, обыли. И вот как выяснилось, когда при изучении цифр, то население Молдовы сократилось, ну, посмотрите, почти на 200 тысяч только за 5 лет, а если взять более длинный срок, ну, например, с момента обретения независимости, то мы потеряли более миллиона граждан. Вот ваш комментарий, почему происходит такая динамичная, если сейчас посчитать дальше, просчитать эту динамику и дальше, то несложно предположить, в каком году здесь вообще не будет ни одного живого человека. Ну, я был бы осторожен, Станислав, с этими цифрами, потому что Министерство управления статистики руководствуется данными последней описи населения, реченсомент. И мы все помним эту затянувшуюся историю, когда не публиковали эти данные. Не публиковали, потому что перепись населения это очень, очень дорогая процедура и фигурировало в публичном пространстве очень много информации о том, что ряд чиновников, либо исполнителей переписи занимались этим процессом, мягко говоря, недобросовестно. В том числе была информация о том, что не выходя из кабинета, кто-то что-то там записывал и получал за это серьезные деньги. И вот могу вас спросить, у вас дома были, вас переписывали? Могу вам ответить, нет. Никто не заходил, не стучался, не звонил. Если бы вы спросили меня, то ко мне тоже никто не стеснялся. Если мы спросим присутствующих операторов в этой студии, я думаю, что мы услышим еще пару негативных ответов. Поэтому я бы относился с осторожностью к этим цифрам. Да, надо посмотреть, что у нас под базой данных регистру, надо это все скомпилировать с данными пограничных служб и сделать какие-то выводы. Я не критикую сейчас те цифры, которые озвучило бюро статистики. я просто говорю о том, что к ним надо относиться осторожно и посмотреть методологию этих цифр, что лежит в основе. Но что касается миграции, это не новость для Молдовы, это наша безусловная трагедия, потому что даже сейчас, если говорить о принципиально новой кадровой политике, конкурсах и так далее, много активных людей за границей, много активных людей, которые не хотят заниматься здесь какой-то публичной службой, занятой в каком-то частном секторе. Государство, Республика Молдова должно сделать все возможное для того, чтобы вернуть людям уважение к самому этому государству. Это адекватные медицинские услуги, это адекватное образование для детей, это адекватная инфраструктура, это адекватная ценовая политика, это адекватный по цене и качественные жилищно-коммунальные услуги, это качественный доступный транспорт, все то, что создает социальную инфраструктуру, которую оценивают люди, когда принимают решение, уехать ли из Молдовы, либо вернуться ли в Молдову. Потому что очень многие люди, с которыми мне доводится общаться, очень многие люди говорят, что вот если мы увидели, что в Молдове есть перспектива и изменилась ситуация, мы бы возможно вернулись. Да, есть те, которые говорят, категорически нет никогда, но большая часть все-таки рассматривает этот вариант. И поэтому здесь надо говорить о том, что сделать государство для привлечения, реального привлечения этих людей обратно домой. Вплоть до налоговой политики, в том, что касается небольших инвестиций, в том, что касается льготного периода налогового для тех, кто будет возвращаться домой и инвестировать в определенные, в определенные, я подчеркну, вот направления экономики, не в купи-продай, а в небольшие производства, в то, что может быть очень полезно и создать какие-то рабочие места. Все зависит от того, что мы будем делать дальше. Конечно, людей интересует юстиция. Много людей бежали отсюда, потому что кому-то пришли просто и сказали, что ты там должен работать вот там-то с тем-то и так далее. И кто-то просто продал там то, что у него было и уехал. Все зависит от того, что мы будем делать дальше. И у нас есть твердое намерение обеспечить ту политику, чтобы наши люди понемногу начинали доверять тому, что происходит в Молдову и понемножечку начинали возвращаться. Вот я знаю не понаслышке, на волне апреля 2009 года, на волне этих событий. Часть людей возвращались, кто из Италии, кто из Франции, не просто так возвращались капиталом, для того, чтобы вложить в родном селе в какую-то там, не знаю, инновационную мельницу, какую-то маленькую небольшую фабрику создать. И через очень короткое время возвращались обратно зарабатывать потерянные деньги в той же Италии и Франции, потому что практически были обобраны. Как правило, разговаривая с ними, говорилось о том, что за всем этим стояли именно люди, представляющие законы. Как раз те, кто должен был охранять их инвестиции, они уже отбирали. И, конечно же, было бы здорово когда-нибудь встретиться с вами в этой студии, вспомнить этот разговор с целью проанализировать, как изменился инвестиционный климат, как изменилось законодательство, которое сохраняет веру граждан Республики Молдова, не только ее граждан, но и тех, кто готов с нами работать, сотрудничать, помогать нам подниматься. И смотрите, уже почти три десятка мы поднимаемся, поднимаемся, а все как-то глубже зарываемся в какие-то долгие проблемы. Вы правы, сделаем все, что для этого возможно. Вот материнского капитала, то, что позволит молодым семьям связывать свое будущее с Молдовой, что без этих программ этого не будет, до того, чтобы у молодых людей была возможность отдать своего ребенка в нормальный чистый детский сад с нормальными педагогами и безусловно с нормальным питанием. Вот эти все вещи мы будем предлагать, будем продвигать и мы абсолютно уверены, что понемножечку ситуация будет меняться. Ничего невозможного нет, особенно на пути того позитива, который, наверное, сегодня излучает новая власть. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Я думаю, что многим зрителям стали понятны процессы, происходящие сегодня в этом эпицентре политической жизни, о котором я говорил, называя эпицентром парламентскую площадку и надеюсь, все то, что вы поставили перед собой в качестве задачи, политической задачи, будет воплощена, но главное другое, будет поддержана гражданами республики. Спасибо вам большое, Станислав, за передачу и безусловно мы лишь тогда сможем что-то сделать, изменить, когда у нас действительно будет поддержка людей и мы находимся в исторических условиях, в исторических, потому что еще никогда не было такого, чтобы действия власти, либо власть поддерживалась абсолютным большинством людей. Это большое доверие, это большое обязательство и мы сделаем все возможное для того, чтобы это доверие сохранить и укрепить. Спасибо вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был председатель парламентской фракции партии социалистов Республики Молдова Влад Батрынч. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин